Три года назад мы рассказывали о том, что произошло с Гитлером по версии ЦРУ. И этот вариант выглядит куда более логичным и последовательным, чем то, чем до сих пор пытаются кормить россияне, а до этого делали совки, которым нет веры ни по какому вопросу, а особенно связанному со Второй мировой войной. Но вот что важно. Официально совки говорили о том, что труп Гитлера был сожжен и пепел развеян. Якобы это было сделано для того, чтобы не создавать из места захоронения фюрера какого-то сакрального символа и места поклонения. Хотя это скорее напоминает заметание следов. Но вот совсем свежая история и примерно такого же самого свойства. 2 мая 2011 года в ходе операции «Копье Нептуна» был уничтожен Усама Бен Ладен, которого почему-то называют террористом номер один. На самом деле первым номером терроризма был и остается Путин, но в отношении его еще не проведена соответствующая операция, правда, всему свое время. В общем, на то время именно Бен Ладен считался главным террористом в мире и американский спецназ ликвидировал его в одном из глухих углов Пакистана. Но в данном случае интересны посмертные приключения его трупа. Котики захватили труп с собой и вывезли его на базовый авианосец «Карл Винсон», где была проведена ДНК-экспертиза трупа, которая и подтвердила личность погибшего. После этого труп Бен Ладена был захоронен в море. Интересно, что американская сторона заявила, что такой способ захоронения не даст фанатикам повода создать место поклонения террористу. И действительно, в этом есть смысл. Множество людей так устроено, что им интересно посмотреть на место упокоения каких-то исторических личностей, и это нормально, поскольку таким образом замыкается связь времен, но иногда из этого делают идеологическую подоплеку для фанатичных движений. Согласимся, что от останков фараона Тутанхамона не возникло никаких фанатичных течений, даже вокруг усыпальницы Наполеона не возникло чего-то подобного. А вот с трупом Ленина связана история такой жуткой дичи, которая из-за самих ее масштабов просто не укладывается в голове. На самом деле он создал Молоха, который угробил самыми разными способами миллионы людей. В общем, простой интерес перерастает в дикий фанатизм у людей суеверных, которые стоят очередями для того, чтобы припасть к мощам или к чему-то подобному. Их не смущает даже то, что отдельные мощи являются рекордсменами и показывают чудеса почкования. Так у некоторых экземпляров оказывается несколько голов, несколько пар ног или рук, но это никак не смущает фанатиков и попробуй им скажи, что это дичь дичайшая, вой поднимется до неба. Объективно глядя на все это, можно смело утверждать, что этот механизм работает и не зря Усаму послали общаться с крабами и прочими жителями морского дна. Видимо, аналитики в ЦРУ работают крепкие и пресекли очередное фанатичное движение просто на корню, не дав ему даже зародиться. Все это говорит о том, что никаких случайностей в таких делах нет и быть не может. Особенно не может быть этих случайностей в РФ, предшественник которой Савок устроил цирк с захоронением тела Гитлера. Но если в те времена Гитлер был олицетворением зла, то за время правления Путина ситуация развернулась на 180 градусов. Мы не раз писали о том, что на Путина очень резко повлиял историк и оккультист, певец евразийской идеи Александр Дугин. Поскольку этот персонаж не раз фигурировал в наших материалах, мы вкратце напомним, что этот деятель оказался чуть ли не первым исследователем архивов СС, которые были вывезены в Савок и не были даже систематизированы. Это был балласт, неинтересный никому. Но Дугин там нашел те связи СС и оккультных практик, без которых СС, не был бы СС. Просто небольшая цитата из той статьи. Спустя почти сто лет Александр Дугин раскопал все эти вещи, связи с оккультизмом и псевдоисторией, в архивах КГБ и стал строчить книжки как из пулемета. Что характерно, они очень похожи на ту часть книги Гитлера, где он излагал основания превосходства германцев над всеми остальными народами. Так вот, Дугин подменил имена народов и названия географических мест, но использовал все ту же самую конструкцию, которой пользовались теоретики арийской теории. Теперь в России считают, что не германцы, а они наследники арийцев. Что из этого получилось, можно наблюдать прямо сейчас и сравнивать с промежутком времени 1933-1939 года в Германии. Там будет совсем немного отличий. Автобаны и прочие технические штучки, как и ликвидация безработицы, у Путина не получились, ибо нет нужного таланта. А так, все почти до буквы совпадает. Наверное, на Путина произвело впечатление все то, что излагал Дугин, поскольку он предоставил нацлидеру подлинники документов из тех самых архивах, которые он перерыл со всей тщательностью. А Путин, версия первая, владел немецким языком и мог сам все это прочесть и с помощью Дугина понять суть написанного. В результате Дугин показал механизмы управления массами и управления миром, которые нащупали в Третьем Рейхе, и предложил воплотить все это в практику воссоздания империи, а вернее квази-рейха с красной звездой во лбу и балалайкой. С тех пор Путина поперло в оккультизм со страшной силой. Но это сыграло печальную роль для самого Дугина. Как только Путин почувствовал себя магистром красной магии, к нему поперли не любители оккультных практик, каковым, безусловно, был Дугин, а профи, которые легко его оттеснили. Поэтому целостная евразийская идеология, которую Дугин позаимствовал от идеологов Третьего Рейха, переросла в махровый оккультизм самого мрачного толка. И вместо идеи механизмов, которые выдавал на гора Дугин, пошли символы. И этот символизм становился все более отчетливым до того момента, пока в РФ не свояли военный храм. От христианства там сохранились только некоторые внешние формы, чтобы не отталкивать публику. Но в основе своей это совсем не то, чем бывают христианские церкви. Они всегда строились для какого-то прихода, а здесь его нет в принципе. Это значит, что изначально он строился для других целей. Кроме того, вызвало подозрение то, с каким восторгом его строители расписывали использование переплавленных немецких танков для устройства каких-то металлических деталей храма. И тут вспоминаются те самые мощи или кусочки мощей, которые закладывались в фундамент храмов. Правда, во многих религиозных направлениях старались туда положить щепку от гроба креста Господня или обрывок ткани, в которую он был завернут, ну или что-то подобное. А здесь металл немецких танков. Но и это еще не все. Вот что заявил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, рассуждая о каких-то климатических установках, которые обеспечивают сохранность уникальных предметов, представленных в этом храме. «Такие же установки находятся непосредственно в дороге памяти, возле храма, потому что там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные вещи, вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор. Там есть фуражка Гитлера». Между прочим, это не текст, набранный каким-то нерасторопным журналистом, а стенограмма его видеоинтервью телеканалу «Звезда». Мы не станем давать на него ссылку, и каждый сможет найти его самостоятельно, а просто укажем на то, с какого места смотреть этот поток сознания, ибо не каждый это сможет дослушать без позывов в уборную или без рвотного рефлекса. Хронометраж видео 11.50. Тут важно даже не только то, что говорит этот тип, а как он это делает. Он с восторгом описывает экспонаты. Думаю, в Израиле будут рады, что в РФ так бережно относятся к личным вещам Гитлера. А между прочим, здесь четко сработал принцип, что у умного на уме, то у дурака на языке. Иванов назвал вещи Гитлера «настоящими реликвиями». Но ведь реликвия – вещь, свято хранимая, как память о прошлом. Это из словаря русского языка Ажегова. И вот что в РФ они свято хранят. Плюс к тому, в орнаменте храма уже нашли элементы, которые перекликаются символами СС и даже свастикой. Кроме того, само сооружение мрачного черного цвета, если кто не в курсе нечто подобное, но в своем стиле имеется в Японии. Храм Ясукуни считается местом упокоения воинов, погибших в бою, но и одновременно местом обитания духа войны. Ну а раз речь идет об оккультной связи, то символизм потянули не просто у Третьего Рейха, но УСС и даже самого Гитлера. Если там появится икона «Святой великомученник Адольф», не удивляйтесь, она там будет к месту. В общем, это сделано не случайно, а намеренно, с пониманием того, как это работает и для чего это нужно. Сделано на глазах у всего мира, и этот мир стоит, разинув варежку. А между тем, этому храму впору дать собственное название – очко Мордора. Именно это и нужно было Путину, и он это своял. Мордор формально и практически стал Мордором. Круг замкнулся, и его можно и нужно отправлять туда, где Мордор и должен быть. Мордором. Круг.